Добрый день, товарищ полковник. Здравия желаю. Я бы хотел пригласить вас на интервью. Очень интересное предложение, я согласен. Тогда через три часа в офисе СМИ, так точно. Йоу, всем привет, с вами я, Рома, и это уже 12-я серия рубрики «Путь до лидера СМИ», где мы с вами с абсолютного нуля уже стали менеджером СМИ, но наша цель – лидерка. А теперь итоги конкурса. Вы набрали полторы тысячи лайков, а значит вот один победитель на любой кейс на выбор на сервере Индиго. Отпиши мне ВКонтакте в течение трех дней, ссылка в описании. А играю я на сервере BlackRush, и ты можешь скачать игру именно по моей ссылке в описании. Это самая актуальная версия игры без вирусов и багов. Залетай на одиннадцатый сервер Индиго, и при регистрации на этом сервере вводи мой ник «Роман Виндетта» и один из лучших промокодов на сервере «Хэштег Виндетта». За все это ты получишь 15 тысяч рублей и поможешь и себе, и мне. Желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Погнали! Все мы помним, как издевались копы над нашим Антонио, да так, что у меня уже игра сломалась. Но после перезахода у меня пропали какие-либо звезды и заключения. И я поехал в офис, чтобы наконец провести эфир с лидером ОМВД. Музыкальная заставка СМИ. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях главнокомандующий ОМВД Михаил Капоне. Добрый день, генерал. Как ваше настроение? Всем привет, настроение отличное. Как проходит ваша служба? Потихоньку. Хорошо. Как долго вы занимаете данный пост? Уже 20 лет. А у вас есть семья? Нету, я холостяк. Как долго вы шли к данному званию? Около 35 лет. Как обстоят дела в области? Много ли преступников на данный момент? Преступников уже более-менее поймано много. Какая у вас машина? Тойота Камри 3.5. Хороший выбор, прям как в клипе. И последний вопрос. Губернатор красавчик? Я лучше его. Ну а вообще, он неплохой человек. Смелый ответ. Спасибо за то, что посетили нашу радиостудию, генерал. Всем спасибо. С нами был генерал ОМВД Михаил Капоне. И ваш несменный ведущий Антонио Лядов. Всем хорошего продолжения дня. Еще услышимся. Музыкальная заставка СМИ. Снова звезды и некий Рома Ротвел их убрал. Спасибо большое, братик. Есть же адекватные полицейские. А то меня тут уже ввязать собирались. Но это еще не все. Сейчас будет еще один эфир уже с целым старшим составом армии. Как вы видели, мы уже договорились. Неслабо, правда? Они уже подоспели в нашу студию. И давайте узнаем о них побольше. Музыкальная заставка СМИ. Блин, меня опять вяжут. Фух, хорошо, хоть этот ФСБшник одумался и снял мне звезды. Всем привет, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях подполковник Министерства обороны Александр Чемаков. Здравия желаю, область. А также у нас в гостях полковник ЭМО Артем Заболотный. Добрый день, уважаемые сотрудники ЭМО. Расскажите, как проходит служба? Добрый день, работа у нас не из простых, трудновато я бы сказал. А вы что скажете, Артем? Да, полностью согласен, работа у нас нелегкая. Что самое трудное в вашей профессии? В нашей профессии нету ничего сложного. Эм, так работа нелегкая или легкая, я так и не понял, ладно. Расскажите, как проходят поставки боеприпасов? В 82-й уже задолбал мне спамить по одному рублю нормально, написать даже ничего не могу. Ладно, сейчас пожалуюсь админом, хоть он и мой подписчик, но зачем так дико мешать проведению эфира, я просто этого не понимаю. Наши сотрудники привозят материалы каждый день, как на учет, так и в другие организации. Работаю по вашей жалобе, приятной игры? Найс, ребята, хотя бы сейчас админ разберется. Есть тенденция у бандитов нападать на военную базу, расскажите, вы справляетесь с их нападениями? У бандитов нету шансов, каждое нападение и мы даем им отпор. Да-да, у меня аж ностальгическая слеза из АПГ пролилась. Да, были времена, кто помнит, ставьте лайк, ребята. Значит, область может спать спокойно. Артем, скажите, есть ли у вас личный транспорт? Имеется, BMW X7. Отличный выбор, эта машина мне по душе. А семья, Артем, вы успеваете жить по-граждански, так скажем? Хех, Артему стало немного плохо, он сейчас вернется, но, как я знаю, у Артема имеется семья и дети. Крашнуло лидера МО, видимо, ничего, у нас еще и другие гости есть. А как у вас с этим обстоят дела, Александр? На данный момент у меня имеется невеста, в скором времени думаю собирать свадьбу. Надеюсь, меня пригласят. Да, конечно, вы будете нашей свидетельницей, хе-хе. Опа, что-то я не понял, стоп-стоп, что ты сказал? Александр, у вас есть какое-либо хобби вне территории армии? Да, конечно, люблю с составом поиграть в мяч или погонять на мотиках. Да, драйв это здорово, а вот, кстати, и Артем зашел. Артем, скажите, как вы долго занимаете пост главнокомандующего армии? Я долго шел к данной должности и совсем недавно меня на нее поставили. Поздравляю вас всей душой и на этом наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Спасибо нашим гостям из Министерства обороны. До скорой встречи, область. И соблюдайте правила. А с вами был я, ваш несменный ведущий Антонио Лядов. До скорого. Музыкальная заставка СМИ. Получился отличный эфир, как я считаю. Что касается дальнейшего нашего развития, ребята, я очень стараюсь прокачать уровень до седьмого. И совсем скоро уже смогу подавать на ранги повыше. А для лидерки нам, насколько я знаю, нужен восьмой или даже десятый уровень. И посмотрим, за сколько серий у меня получится осуществить желаемое. А на этом уже двенадцатая серия рубрики подходит к концу. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал обязательно с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. И напиши в комментариях, хотел бы ты, чтобы я провел эфир с одним из моих подписчиков. А я с вами не прощаюсь, можете посмотреть предыдущие и будущие серии этой рубрики в конечной заставке. Всем удачи!